Ну да, я пишу фанфики, рисую анимки. Я сам создатель Де Соня. Радостно произнесла она. Что? Ты? Ты? Декарт Экзе начал подходить ближе к Соне. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Мы продолжаем читать фанфик «Мой кумир, мой учитель». Напоминаю краткое содержание. Я тут учитель русского языка и литературы. Канал я не забросил, поэт при этом. У меня в ученицах подписчица Соня. Декарт Экзе выбрался из игры благодаря Декарту. Решил тоже стать учительным профессией. Он меня влюблён. А Соне 17 лет, она переходит в школу в 10 класс, но она не знает, что учителем будет её кумир. Вот такая вот херня. Бурная 1 сентября. Это вторая часть фанфика. Ссылка на прошлую часть. Прямо сейчас прамверсингу в подсказках. Я там пообщался немного с влюблённым меня Декартом Экзе. Значит, Соня там задротила с батей в Резидент, по-моему, до 3 часов ночи. И вот она сегодня должна прийти ко мне в первый раз в класс. Давайте же посмотрим, во что выльется все эти замечательные приключения. Бурная 1 сентября. Вот и 1 сентября. Декарт проснулся раньше обычного, чтобы успеть всё, что ему нужно сделать, и прийти на ринейку перед началом. Соня же не очень хотела просыпаться, ведь она не выспалась, и мама её будила. Да в реальности всё было бы наоборот. Я не проснулся бы раньше обычного. Да ну его нахер, чтобы всё успеть. Это неправильно. Кто так делает? Наоборот, все настоящие, что называется, все настоящие Декарты, все настоящие ютуберы, весь настоящий я делаю всё совершенно иначе. Я просыпаюсь в последний момент, а потом, как подорванный с горящей сракой, делаю всё, что нужно делать. 1 сентября, 7.30. Точка зрения от Декарта. Мне нужно прийти на начало линейки. Она начнётся в 8.15. Я успею. В общем, вряд ли случится что-то интересное. Скорее всего, она пройдёт, как обычно. Пустая трата времени. Но зато в кабинете будут цветочки. Какая охеренная мотивация. Боюсь, меня бы это вряд ли успокоило, если бы мне надо было в школу идти опять. Представляете, опять идти в школу. Сдуреть. Я её закончил, когда 17 лет, когда это было? 12 лет назад я её закончил. И я вот так вот смахнул просто под салбас. Слава богу. И теперь опять дынул говно. Какие нахрен цветочки? Эти цветочки в жопу всем позапихиваю, блин. Они мне не нужны. С этими мыслями я дошёл до школы, где мне дали табличку с надписью 10B. И сказали ждать. Потихоньку начали приходить ученики. И вот уже раздалась торжественная музыка. Вроде пришли все. Конец Пио Ви Декарта. Но давайте отойдём немного назад во времени. Первое сентября, 8 утра. Материн будильник... Будильник обматерил, да? Ну, обматерила будильник. Это нормальная ситуация, в принципе. Я считаю, что когда будильник звенит, его хочется обматерить. Возможно, у него сели батарейки. Но это не значило. Это значило, что Соня могла опоздать на линейку. К счастью, дома у них на шкафу лежала коробка, которая с грохотом упала вниз. От такого шума мама проснулась. Она поняла, что будильник не зазвонил и в панике схватила телефон, чтобы проверить, который час. А потом бежать будить с Соней. Коробка прям вообще... Коробка молодец. Вот реально, ребята. Лайк коробки ставим. Ну, то есть, я как любой хитрожопый ютубер. Да, лайк коробки. Ну, на самом деле, мне как бы... Ну, вы понимаете. На часах было 8.01. Хитрость. Ха! Хитрость, да. Эй, Соня, просыпайся. Осталось 14 минут до линейки. Кричала мама, дойдя до Сониной комнаты. Еще 5 минуточек. Прохрепела Соня. А. Еще 5 минуточек. Прохрепела Соня. Она не понимала, что произошло из-за того, что очень хотела спать. Каких 5 минуточек? Быстро идем умывайся. Мама начала трясти Соню. Да, да, мой дух. Расстроенная Соня пошла умываться. После этого она быстро надела на себя блужку, пиджак... Блюшку, блюшку, блюшку надела, блюшку, пиджак, штаны. Потом причесалась, надела очки, схватила свой портфель, побежала в школу. Ох, эти веселые школьные будни. Мать его, с причесываниями, пиджаками, штанами, прочим говном. Э, Соня, я просто бежала, как могла, в школу. А, ну, если она рассказывает, то мы понимаем, да? Я просто бежала, как могла, в школу. Благо, мой портфель по имени Боб не был тяжелым. Да, в последнее время я слишком долго бегаю. Наверное, уже мой зон прошел, и там начались всякие разговоры. Мне кажется, впечатление я проведу плохое. Надо учитывать, что у меня нет цветов. Да все, я тебя выгоню нахер просто. Без цветов не входить, понимаете? Главное условие для обучения в школе приходить со сраными цветами. Иди, блин, на ближайшую могилу, воруй, я не знаю, делай, что хочешь. И в спешке я забыл их дома. Наверное, учительница, учительница, был очень злый. Ну, в общем, не важно. Когда я прибежала, была толпа народу, меня это пугало. На сцене уже говорили какие-то стишки. Мне было все равно, я пошла искать свою табличку. Я еле протестивалась между людьми. В конце концов, я нашла нужную мне табличку. Я быстро подбежала и встала рядом с учителем и начала смотреть в пол. Все шумели, на фоне были стишки, а я просто ждала, когда все закончится. Как и все мы, наверное, которые были на линейке. Мы просто стояли и ждали, когда все это закончится. Уж я-то точно. Конец сонек. Эй, вот еще учительница. Надеюсь, ты не всегда опаздываешь. Это я говорю, что ли? А, это, наверное, я говорю. А, вот нашановый учительница. Надеюсь, ты не всегда опаздываешь. А почему без цветов? Шутливым голосом говорил Декарт. А, шутливым голосом. А, надеюсь, ты всегда опаздываешь. А почему без цветов? А? А? Шутливым голосом говорил Декарт. Соня же просто офигела. Нет, не из-за того, что учитель мужик. Это нормально. Голос был очень похож на голос ее кумира. Та решила поднять голову и посмотреть, кто это. И тут она была в шоке. Это был ее любимый Декарт. Тот, кого она обожала на протяжении нескольких лет. Является ее классным руководителем. Ну что, довольно классный руководитель получается. Классный, классный руководитель. Разве о таком можно мечтать? Хотя нет, не можно. Ей она вряд ли сможет подружиться с ним. Ей будет очень сильно ее огорчать, да? Ну что с тобой? Ты меня испугалась? После того, как Декарт искал, сзади пошли смешки. Это были ученики Декарт. Да нет, не испугался. Я чути себя. Я случайно опоздал из-за того, чтобы денег не прозвенел. Оу, ты мальчик? Я думал, к нам перейдет ученица. Он говорил это с сарказмом, чтобы было понятно, что это шутка. А, сарказм. Оу, ты мальчик? Хе-хе-хе. Он был к нам приученица. Не, не, я баба. Я, возможно, потом обещаю. Произнеся это Сонин, стал немного ближе к Декарту. Тот не обратил на это внимание. Это надо обращать. Надо обращать на это внимание, когда ты учитель в школе. Декарт, надо обращать внимание на такие вещи. Ты не обратишь, а, что называется, органы власти обратят. Поэтому ты аккурат. А, спустя несколько минут она почувствовала ладонь на своем плече. Эй, ты новый, да? Это был пацан чуть ниже Сони. У него были черные волосы, карные глаза. А, пацан? Эй, ты новый, да? Да, новый. Сонин испугалась, еще ближе подвинулась к Декарту. Чуть ли не прижимаясь. Да, блин, ты что это за дела? Я не пойму. Пацан, ты можешь отойти? Ты можешь отойти, чтобы ко мне тут не прижимались? Мне еще рано садиться в тюрьму. Эй, ясно. Меня Вася зовут. А тебя как? Хотя, подожди, ты вроде Соня, да? Ого. Соне не было комфортно из-за того, что с ней заговорили. Хотя, если бы это случилось в школе, на перемене. Или после линейки. То еще ладно. Но не сейчас. Ей больше хотелось просто стоять рядом с Декартом, чем с кем-то говорить. Тут Декарт заметил, насколько рядом была Соня. Еще чуть-чуть она прижмется к нему. Как же, так же еще она дрожала. Эй, ты что, замерзла, что ли? Если хочешь обняться, так и скажи. Эй, ты что, замерзла, что ли? Если хочешь обняться, так и скажи. Шутливо сказал Декарт. Класс начал ржать. А Соня про себя проклинала Васю. Но на весь этот шум отреагировал директор. Я вообще такой, я смелый учитель. Да, я такие шуточки травлю, вообще, связанные с какой-то педофилией. Ну, это же нормально. На этот шум отреагировал директор, который уже собирался ходить в школу. Он, главное, посмотрел в сторону класса и все притихли. Когда директор уже ушел, Декарт выдал фразу. Ну, почему, когда я на вас злом насмотрю, вы не замолкайте? Неужели только звонки родителям вас успокаивают? Вдруг Соню схватили за руку? Это был Декарт. Сейчас классы должны были заходить в школу. Она очень удивилась. В конце концов, она не в первом классе, чтобы учитель кого-то из учеников вел под ручку. Хотя вряд ли она просто найдет свой кабинет, так еще и в такой толпе. Что-то у меня какое-то, знаете, странное какое-то поведение у меня. Какое-то странное у меня поведение. Что-то хватаю, ну, хоть за руку схватил. Но только вторая глава, а я уже за руку схватил. А в третий я что сделаю? А я боюсь, что я в третий сделаю, ребят? Вот настало время их класса, идти в кабинет. Они шли немного прорезая через остальную толпу. Потом зашли на третий этаж, 45-й кабинет. Соня сразу уселась на первую парку перед домом самого Декарта. Дальше пошел просто обычный текст. Аля, как вы там отдохнули, что завтра дадут учебники, какие тетради принести и так далее. Когда все это закончилось, все начали расходиться. Остались только Декарт, Вася и Соня. А мне интересно, там помимо вот этой Сони, там еще есть какие-то подписчики моего канала в классе, типа? Может, какие-то производители экзе-игр, я им даю задания. Так, ребята, домашнее задание на сегодня. Литература. Прочитать, значит, Пушкина, капитанскую дочку. Так, а тебе, Мишаня, так, делаем, значит, Петросян Экзе. А тебе, значит, делаем Браун Старс Экзе 15. А тебе, значит, делаем Манкрафт Экзе 25. Приду, проверю, мне нужен контент, да, если нет, родители в школу. Я, может быть, так себя веду, не знаю. Короче, значит, когда все это закончилось, все начали расходиться. Остались только Декарт, Вася и Соня. Соне нужно было, чтобы Вася свалил, и они могли поговорить с Декартом. Но на удивление их обоих, Декарт решил, что у него нет дел. И он может идти домой. На удивление... Рабочий день закончился, слышу, вы, малявки, отпустите меня домой. Я домой хочу. Мне ролики записывать надо. Проверяю ваши сраные домашние задания, еще и ролики записывать, понимаете? Соня сразу последовала за ним, а Вася за Соней. На месте Вася остановил Соню. Э, а ты че так за ним бежишь? Тебе это какое дело? Не мешай. Это еще почему? Я потом расскажу, ладно? После этих слов Соня побежала вниз по лестнице. Ладно, грустно сказал Вася. На самом деле у него не было друзей, он думал подружиться с новеньким. Но, наверное, не получится. Когда Соня вышла из школы, она увидела Декарта, который говорил с Декартом Экзе. Ой, какая дичь сейчас будет, я чувствую прям. Она была в двойне в шоке. У нее и так классный руководитель, ее кумир. А тут еще учитель Декарта Экзе. Да, в общем, все... То неловкое чувство, когда у тебя... Итак, руководитель, кумир, а тут еще учитель Декарта Экзе. Все были в такой ситуации, все прекрасно понимаем, жиза-жизовы. В общем, где-то через пять минут Декарта Экзе ушел. Соня пошла за Декартом. Прошло немного времени, и тот понял, что за ним слетят. Соня, опять с сарказмом, да? Соня, а что ты тут делаешь, а? У тебя какие-то вопросы, что ли? Ты реально меня хочешь обнять? Последнее предложение произнос шутливо с сарказмом. Я что-то с сарказмом... Что-то до хера сарказмом, мне кажется, для учителя русской литературы. До хера сарказмом по поводу объятий, поцелуев, прочего говна какого-то, да? Я чувствую, мы так скоро дойдем до более каких-то пошлых сарказмов. Я считаю, что это не надо. Я считаю, что это не надо. Не надо это, я считаю. Возможно. В общем, я считаю, что вы Декарт, вы это, мой кумир, хех. О, ничего себе. Ты это, надеюсь, во время уроков доставать-то меня не будешь? Конечно, не буду. И после уроков тоже. После уроков тоже не надо. И во время уроков не надо. И после уроков не надо. И даже если я уволюсь на охрену, школы, наверное, тоже не надо. Потому что... Потому что милиция не дремлет. Конечно, не буду. Я просто, можно вас обнять? Я всегда хотела подружиться с вами, хех. Соня говорила, ты не уверен, я слегка напугана. Хорошо, возможно, мы подружимся. И да, обнять меня можно. После этих слов Декарт расставил руки. Ну, хоть не ноги. Не то радует. Соня сразу же подошла ближе и обняла его. Когда они перестали обниматься, Декарт решил спросить одну вещь. Мне кажется, мне кажется, что на такой ответ... На такой вопрос нужно давать отрицательный ответ когда-то учитель в школе. Ну, мне так кажется. Мне просто... У меня такое предчувствие, да? Что-то я как-то вообще особо не парюсь, да, там. Я... Да, как-нибудь нормально, пронесем. У меня, может быть, крыша директорская очень мощная. Может быть, я не знаю, может быть, директор этой школы, это какой-то чувак, который тоже подписчик моего канала. Я ничего не боюсь, хер, парень. Ну, что, где мы там? Значит, так ты поэтому на линейке ко мне прижималась? Ну, не совсем. Меня напугал один одноклассник. А раз вы единственные, кого я знаю, мне с вами комфортно, я начал к вам прижиматься. О, а как тебя напугали? И да, раз ты хочешь подушиться, ну, называй меня на ты. Блин, зашибись просто. Да, да, давай, давай, давай. А давай еще бутылочку вина с ней разопьем, Декарт. Ну, ты дебил, что ли? Я не боюсь. Ну, меня не пугали, я сам испугался. В общем, я не ожидал, что со мной будут говорить, вот и испугался. Социофобия. Грамматикофобия. Не совсем. Тут разговор прервал Декарт Экзе, который подошел к ним. Привет, Декарта, а это кто с тобой? Это Соня, моя ученица и подписчица. Соня стала немного не по себе от взгляда Декарта Экзе. Так что она стала ближе к Декарту. Ммм, Соня, а я Декарт Экзе. Не бойся, я не кусаюсь. А ты что, интересуешься Декартом, ну или пишешь? Декарт Экзе следит за фандомом Декарта. Ему было бы интересно, кто там чем-либо занимается. Ну да, я пишу фанфики, рисую о нимки. А я сам создатель Дэй Соня, радостно произнесла она. Что? Ты? Ты? Декарт Экзе начал подходить ближе к Соне. С тобой все нормально? Декарт, не будет такой реакции. Пиздец здесь, да вообще? Просто задумайтесь об этом. Представьте себе эту картину в реальности. Вот это вот, вот это все. Декарт Экзе толкнул Соню, от чего она чуть не упала. Большое будущее в преподавательской среде, я считаю, у человека. Потом схватил Декарта и потащил за угол. Соня просто осталась стоять на месте, а когда тебя отошли, Декарт был напуган. Не смей больше с ней говорить, словно кричал Декарт Экзе. Почему? Ты чего? Просто не говори все. Нет, ты мне объясни. Ты просто взял и толкнул ее, а потом схватил меня и потащил сюда. Что она может сделать? Вдруг Декарт Экзе начал хныкать. Просто у тебя на руке? Из глаз Декарта Экзе пошли слезы. Интересно, как хныкает ища Диада? Наверное, как-то так. Я во время разговора попытался взглянуть ее на руку. Там были твоими фамилии. Она еще и Дессоня создала. Я не хочу, чтобы она увела тебя у меня. Смотрите, у меня это глаза. Блядь. Ай, я обожаю интернет. Просто обожаю. В смысле увела? Тут Декарт решил вставить свое слово. Декарт Экзе кинулся к Декарту и обнял его за шею. Да потому что я тебя люблю. Декарт Экзе был в слезах. Он не очень мог понимать или контролировать свои эмоции из-за того, что вышел из игры. Он бы не плакал, если бы сам рождение был в реальном мире. Ой, я не догадывался. Ну прости, я не могу принять твои чувства, ведь я не Педрилкин. Извините, да? И это не из заметки, просто ты парень. Я не осуждаю, но я не из этих. Если позволишь, я продолжу общаться с Соней. Прошу, не будь таким эмоциональным и агрессивным. Прими это нормально, а то мне становится страшно, когда ты злой. Это, мне становится страшно, когда ты злой. Особенно после последнего случая, когда ты перестрелял всех учеников. Вот как-то обидно было немного. Да и плакать не надо, лады? Декарт пытался успокоить своего друга. Декарт Экзе отпустил Декарта. Эх, вот как оно, когда тебя отвергают. Ну ладно, можешь общаться с ней. Кто я такой, чтоб тебе указал? Декарт Экзе выглядел очень грустно и после всего сказанного ушел. Ладно, интересно, Соня все еще там. Декарт вышел из-за угла и увидел Соню. Декарт, что случилось? Че, он так разозлился? С тобой все хорошо. Соня подбежал Декарт. Да, все в норме. Разозлился? Ну ты же знаешь, он Экзе и все такое. Ну да. В общем, а ты можешь меня... Это, знаете, это лучшее оправдание. Он даже когда-то всех школьников перестрелял, мы просто в милиции искали. Ну, понимаете, он Экзе. Милиционер сказал, а, ну да, да, ну ладно. Ну, ну если так, то ладно, на первый раз прощай. В общем, ты можешь меня в друзья вконтакте добавить? А как это там записано? Я Гордей и Ньютин, когда ты писал тебе сообщение на Ави, ты найдешь. Че-то, кстати, знакомое, я где-то видел такое... Такую имя и фамилию. Мне еще показалось очень... Странным это имя и фамилия, на самом деле. Хорошо, ладно, я думаю, мы до сих пор поговорили, тебе, наверное, потом и пока. Пока! Когда Соня сказал, Декарт провел своей рукой по голове, а потом ушел. Соня была очень рада. Но потом вспомнила, что совсем забыла спросить про метку у Декарта. Она же не последний раз с ним говорит, так что она может его спросить об этом позже. Давайте мы начнем главу следующего, но не дочитаем ее до конца. Интригу какую-нибудь сделаю. Хреновая физра. 2 сентября, 5.30. Соня проснулась до того, как ее разбудила мама. Это странно, ведь обычно она не может встать, когда ее будет, а тут так. Она начала взять телефон, чтобы полазить в интернете и посмотреть время. 5 часов, серьезно? Я так ранее празднув. Но тогда я буду собирать и в школе, мне не надо будет проверять под соцсети. Я сейчас потащу не так много на собирание. Дальше она просто листала лету ВКонтакте, Ютуба, Фикбука. Вот уже 6 часов. Вот, кстати, никому не рекомендую так делать после пробуждения. Сразу лезть в ВК, Ютуб, Фикбук, вот-вот-вот все дела. Лучше заняться какими-то другими делами, а то мозг сразу начинает нагружаться этими микрострессами, всеми этими делами. Ну, это цифровая зависимость до добра не доведет. Я, 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 правда, сам не всегда, я сам не всегда могу как бы этого избежать. Но я, но я стараюсь, я стараюсь. Вообще, это не очень хорошо, конечно. Эээ, Соня, ты чего так проснулась? Да фиг его знает, есть что пожрать? Нет, давай я тебе картошки пож... Отец не успел заговорить. Заговорить? Ну да, если стоять и заговаривать картошку, она сама себя не сварит, не пожарит. Это да, это я согласен. Да не, я яблоками наемся. С этими словами Соня взяла несколько яблок, помыла их, села за стол. Позже она, первое, поэтому начала кушать сахарком. В общем, утро прошло более-менее, бывает и хуже, ну а лучше только, когда не надо идти никуда вообще. У меня, кстати, есть яблочки, надо будет этим тоже заняться. Второе сентября, 6 утра. И сфига ли я должен вставать в такую рань, это да. Это одна из тех вещей, которые я не люблю в своей работе. Я когда на работу ходил, в школу, я так это ненавидел, сука. Я в эти моменты реально задумывался о суициде. Просто ненавидел вставать рано. Напомню, как я свой шарагу топал, ненавидел это делать. Я в шарагу не топал, я в университет топал, но на самом деле разница невелика, по-моему. Но зато уроки теперь не кажутся мне такими длинными, как сраные сезоны Санта-Барбары. Ладно, мне просто нужно встать и делать то, что я обычно делаю по утрам. С этими мыслями я и проснулся. Конец Декарта. 2 сентября, 7.00. Конец Декарта не в смысле что-то пошло, а в смысле конец Пиу Ви Декарта. Ну вы поняли. Декарт Экзэ был сильно раздражен. Он ненавидел вставать так раз. У нас прям с ним это общее, да? Бля, который час? Он посмотрел на время. Ебать, 7 утра, надо опоздать. Надо просто с хрумкой что-нибудь идти на работу. Спустя полчаса Декарт Экзэ вышел. Обычно по пути он встречал Декарта, если, конечно, Декарт Экзэ не опаздывает. Но сегодня его ожидал сюрприз. Обычно Декарт один, а тут к нему присоединяется Декарт Экзэ, да? Но сегодня Декарт шел с компанией с Соней. Та пыталась найти тему для разговора, но получались немного туповатые диалоги, от чего Соня хотела исчезнуть, а Декарту было смешно. Декарт Экзэ был в ярости. Так она еще и близко шла. Тот уже хотел и голову оторвать, но сдерживался. Он обещал быть добрым. Но, по крайней мере, пытался быть им. Тот подошел, пытаясь начать диалог. О, привет, Серега. Соня, не ждал тебя тут увидеть. Чего это ты так рано идешь в школу? Да, и давай мы не будем делать вид, что я тебя вчера толкал. Вообще забудем об этом. Насрать совершенно. Пока Декарт так заговорил, он пытался протиснуться между Декартом и Соней. И у него это выходило. Соня же не была в восторге от происходящего. Нет, она не была против, чтобы он с ними шел. Просто именно в этот момент Соня захотела заговорить о Солмейтах. Ничего не рано. Просто сегодня я Ранчо... Ранчо проснулся, вот и вышел Ранчо. Ответила Соня с безразличиями. Эээ, проснулся, вышел. Декарт так же не понял склонений. Привыкнешь. Я тоже сначала не понимал, что он так говорит. А, это я говорю, да? Привыкнешь, я тоже сначала не понимал, что он так говорит. Декарт похлопал по плечу Соня. Чего она залыбалась. Хватит ее трогать! Хватит ее трогать, блядь! Хватит ее трогать уже! Что до нее дотронули Ну ладно, мы почти дошли Соня, беги, мы тебя потом догоним Декарт Экзе слегка толкнул Соню в спину Слегка толкнул, слегка дал пендель А слегка достал нож, слегка черканул Да, иди, мы позже поговорим Сказал Декарт, чем огорчил Соня Эх, ладно, Соня побежал в сторону школы Это очень странно выглядело Почти взрослая девушка бежит с детским портфелем Он был красным, с белыми точками и листиками Он был как мухомор Также он был очень потрепан, так как ему уже лет 10 Декарт и Декарт Экзе шли болча Смотрели на деревья, на цветы Сейчас начало сентября Все еще не успело покрыться снегом Эту тишину решил прервать Нихрена все еще не успел У меня вообще, чтобы все в декабре покрылось снегом Это должно, чтобы повезло на самом деле В сентябре так тем более Эту тишину решил прервать Декарт А это, а что это вы вместе, а это Ну, как только она меня увидела Сразу подбежала ко мне И ненавязчиво начала следовать за мной и говорить Я не хотел ее прогонять, да и это было забавно Пиови Декарт Экзе Забавно Хе-хе-хе Я устрою ей такую забаву У них же физра вроде первая Я заставлю ее кучу кругов пробежать Мне кажется, будет очень трудно делать Я, конечно, обещал, что буду добрым Но это не считается Я же ее не убиваю Значит, все нормально И вот на этом, ребята, мы закончим Интрига Как же будет продвигаться этот замечательный урок Ух, Декарт Экзе-то погоняет-то Погоняет-то эту ученицу Декарт Экзе Я чувствую по полной программе Будет заставлять бегать Там на коня на этого заскакивать На матах там вот это кувыркаться И прочее говно А пока мы на этом завершаем Вот такая вот, ребята, дичь Ну, в принципе, интересно, чем это все закончится Лично мне не знаю, как вам Но если вы со мной согласны То обязательно лайкайте это видео Комментируйте, подписывайтесь Жмите колокольчик Жмите поделиться Рассказывайте друзьям про это видео Если вам стыдно не будет, конечно, да Вступайте в группу ВК Ссылка внизу в описании И всем счастливо, всем удачи Всем пока